Арест на два месяца без права внесения залога. Такую меру пресечения Шевченковский райсуд Киева определил для Кирилла Островского, который насмерть сбил ребенка в центре города. Как проходило заседание и признал ли водитель свою вину? Евгения Коваленко расскажет. Кроме прессы, возле здания суда несколько десятков мужчин в спортивном. Это поддержка водителя-убийцы. Кирилл Островский проехал на красный свет и сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе. Прокурор настаивает на заключении его под стражу без возможности залога. Объясняет тем, что Островский может сбежать от следствия, угрожать или подкупить свидетелей. Несмотря на свидетельства очевидцев, адвокаты обвиняемого утверждают, Островский не пытался сбежать после наезда, а наоборот помогал пострадавшей. В витрозаписе есть распадровка. Там лишь два кадра, где находится Островский, бля загибла и мадрии. Мы хотим долучить 5-4 фотографии, на которых видно, что Островский никогда не пекал, а был на месте. Блоковался мадрию и пытался дать первую личную допомогу. Островский заверил, что сожалеет о случившемся, но вину свою признает частично. Дискать ребенок внезапно выскочил на дорогу, а в машине отказали тормоза. Когда я подъезжал уже где-то в метре от пешеходного перехода, из-за машины, стоящей в правом ряду, выбежали два ребенка. Выбежали очень быстро. Плава богу, первый ребенок каким-то чудом успел проскочить, а вторая девочка оказалась под колесами. Почему не затормозила машина, я не понимаю. Как, по-видимому, либо тормозные колодки, либо что-то оказалось неисправностью. Утверждает, что ехал с умеренной скоростью и был трезв, хотя сразу отказался предоставить необходимые образцы биоматериалов на экспертизу. Прокуратура потребовала это через суд. К тому же Островский просил не садить его за решетку, мол, это позволит зарабатывать деньги для помощи семье погибшей девочки. Но если, как утверждает, не скрывался с места преступления, почему тогда снял номерные знаки снедорожника, спрашивает прокурор. Я снял задние номера, задние, потому что передние оказались на асфальте. Почему я это сделал? Потому что у меня тоже есть семья, мать, отец, бабушка. И люди снимают на видео. Я побеспокоился, чтобы мы близкие этого не увидели. На данный час есть тысячи, есть на близких родичей тысячи с сторонами. Среди массовой информации, которые приезжают до дома. Суд идет в совещательную комнату. Чтобы принять решение, понадобилось около часа. Требования прокуратуры удовлетворили полностью. В судовом порядке мы будем накладывать арешт на этот транспортный засад, поскольку в дальнейшем в межах проведения будут призначены автотехнические транспортные экспертизы, которые должны установить механизм этой транспортной пригоды, а также справедливость самого транспортного засада. Кирилл Островский арестован на два месяца без права внесения залога. Но это решение может быть оспорено в апелляционном суде. Евгения Коваленко, Богдан Вербицкий, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер.